Добрый день! Сегодня поговорим об Игги Поппе. Этот эпатажный американский исполнитель, которого называют гуру гранжа и панк-рока, написал музыку к десяткам кинолент, да и сам снимается в художественных картинах. После семи неудачных номинаций был включен в зал славы рок-н-ролла Америки. О нем и его группе был снят даже целый документальный фильм. Настоящее имя Игги Поппа Джеймс Ньюэл Остерберг. Он родился весной 1947 года в городке Маски-Гоне, штат Мичиган. Отец был преподавателем английского языка. Семья жила небогато, и все свое детство Джеймс провел в трейлере, который располагался на стоянке, где было более ста таких же соседей. Самым завораживающим воспоминанием из детства он называл звучание электробритвы Папы и монотонное жужжание конвейера на местном заводе. Еще Джеймс очень любил ездить с отцом на Кадиллаке и однажды в одной из поездок услышал по радио песню Фрэнка Синатра. У мальчика застряли в голове слова из песни. Мечты забываются, если ты молод сердцем. Он тут же заявил, что станет певцом. Родители поддержали его стремление, приобрели ему ударную установку и расположили ее в собственной спальне, перебравшись в другую комнатку трейлера поменьше. Только бы сын имел возможность отрабатывать мастерство барабанщика. Позже Игги скажет, «Я учился в одной школе с детьми богачей, но у меня было богатство, превосходившее все их состояние. Мои родители вложили в меня огромные деньги, но еще больше заботы. Они поддерживали меня во всем, что мне было интересно». В старших классах Джеймс уже учился в элитной школе и ходил в один класс с сыном президента Форд Моторс. Здесь его умение играть на ударной установке оценили. Подросток стал участвовать в выступлениях разных коллективов, которые то и дело создавались на волне повального увлечения блюзом. Однако самым неприятным воспоминанием для начинающего музыканта стал его босс, у которого он подрабатывал в музыкальной лавке. Именно он стал называть его Игги, поскольку мальчик те годы играл в группе под названием «Игуаны». Позже, став знаменитым, музыкант расскажет, «У меня появилась кличка, которую знал весь город, и это было мучение. Как-то мы играли на разогреве, и за вечер заработали, кажется, 50 баксов на всю группу. Зато у нас появилось много поклонников, и даже местная газета напечатала о нас большую статью, в которой автор называл меня Игги. Пиар-группе был необходим, пришлось смириться. Делать было нечего. Обидная и некрутая кличка прилепилась к Джеймсу намертво, и он решил хотя бы добавить к ней поп в конце, а вскоре решил создать собственный коллектив». В основанную группу «Психоделические марионетки», кроме самого вокалиста, вошли два брата – Рон и Скотт Эштон, соответственно, игравшие на гитаре и ударных, а также басист Дэйв Александр. В то время Игги был поражен поведением на сцене Джимми Моррисона, солиста группы «The Doors». Следуя примеру своего кумира, он стал эпатировать публику, но заходил в этом далеко за рамки легкого шока. Он появлялся на концертах голым, сыпал ругань, упускал сам себе кровь и имитировал половой акт с фанатками. Пиком в выступлениях стал его знаменитый прыжок в толпу – стейдж-дайвинг. Однако все это делалось под воздействием героина. Вскоре Игги решил сократить название, убрав слово «психоделический». Однако два первых альбома коллектива с треском провалились. На эмоциях Игги распустил коллектив, решив заняться сольной карьерой. Однако на одну из вечеринок он встретил Дэвида Боуи, чья слава уже шла впереди него. Новый приятель, тоже увлекавшийся тяжелыми наркотиками, стал продюсером обновленной группы и организатором их гастролей в Великобритании и вдохновителем выпуска третьего альбома. Этот состав группы тоже долго не продержался. Наркотическая зависимость Игги снова становится причиной распада. После этого Игги сделал несколько записей с Джеймсом Уильямсоном. Одной из них был альбом «Килл Сити». В это время Игги уже был не в состоянии контролировать свое употребление наркотиков, вследствие чего он решил добровольно пройти курс реабилитации в психиатрической лечебнице. Никто из друзей и коллег, кроме Боуи, не посещал его во время лечения. Однако поддержка Боуи была двоякой. Порой он тайно приносил Игги кокаин. В итоге, не добившись успеха, Игги из клиники вышел в 1976 году и принял предложение Дэвида отправиться с ним в крупномасштабный гастрольный тур. После его окончания друзья вместе приезжали как туристы в Москву, а потом перебрались в Западный Берлин, где Игги все-таки твердо решил избавиться от героиновой зависимости. И наш герой начинает сольную карьеру. Боуи помог написать ему тексты и спродюсировал два самых известных его сольных альбома «Идиот» и «Жажда жизни», которые положили начало творческому ренессансу Игги. Оба альбома вышли в 1977. Последний писался фактически вслед за первым, поэтому в процессе его подготовки была велика доля спонтанности и импровизации. Например, на риф заглавной песни альбома «Жажда жизни» Боуи вдохновили звуки азбуки Морзо, которыми открывались американские новости, транслирующиеся в Берлине. Надо сказать, что Игги не был таким уж плодовитым сонграйтером. На альбоме лично им была написана лишь одна песня. Основу же для легендарной песни «Пассажир» принес сессионный музыкант, гитарист Рикки Гардена. Сам Рикки вспоминал, что этот гитарный ход выскочил у него сам собой, когда он сидел под цветущей яблоней на пороге своего сельского дома и брончал, наслаждаясь прекрасным весенним утром. Когда же Гарденер явился на запись к Игги, тот сразу же спросил, есть ли у него какой-нибудь материал для песни. Обескураженный гитарист начал играть те заветные четыре аккорда, а Игги тут же напел на них не менее простой созерцательный текст. Постепенно, без особых взлетов и мест в хит-парадах, песня становится одной из самых знаковых песен Игги и классическим рок-стандартом. Ее исполняет персонаж попа в компьютерной игре. Она же звучит в рекламе новозеландской телефонной сети, где музыканты группы, находящиеся в разных местах, исполняют песню с помощью мобильной связи. Песня звучит во множестве саундтреков, каверов записано еще больше, но самым запоминающимся кавером наверняка является версия постпанк-коллектива «Сюси эндебеншес» с трубами, которые очень понравились самому автору. Тем временем Игги снова возродил группу и выпустил альбом. Лучше всего диск был принят австралийскими фанатами, куда коллектив отправился в гастрольный тур. Однако в процессе работы над альбомом 1980 года Игги Поп поссорился с тогдашним продюсером Уильямсоном, после чего тот ушел из коллектива и не общался с Игги на протяжении 18 лет. Без него этот альбом, как и последовавший за ним, оказался крайне провальными в коммерческом плане, что привело к расторжению контракта со стороны лейбла. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте, там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Но Игги не сдается и выпускает очередной альбом, который был еще более провальным, чем два предыдущих. В итоге Дэвиду Боуи пришлось записать каверы на песню Игги, что обеспечило Игги на некоторое время денежными средствами. Ведь как соавтор песни он получил существенные гонорары. И кроме того, следующий альбом Боуи содержал еще несколько каверов на песни попа. Это позволило Игги вообще сделать некоторый перерыв в творчестве и решить накопившиеся к тому времени финансовые проблемы, а также преодолеть свою зависимость от наркотиков. За три года отдыха он вел относительно спокойный образ жизни, обучался актерскому мастерству и даже успел обзавестись супругой. Кстати, Игги был женат трижды, по воспоминаниям Игги. Первый брак, романтичный, до звездочек в глазах. Но это продлилось две недели. Отношения мешали моей музыке. Я жил с ребятами, мне нравилось не мыться, долбить траву и ночами напролет сидеть за ударной установкой. Я много тусил и о жене совсем не думал. Игги предпочитал включать музыку на полный звук даже среди ночи, если на него находило вдохновение. Он сочинял новую композицию, а его супруга Венди глотала таблетки от головной боли и мечтала хоть раз нормально выспаться. Невзирая на чувства, молодая жена ушла от подающего надежды музыканта. После этого Игги длительное время не женился даже на матери его единственного ребенка Полит Бенсон. Она родила мальчика в 70-м году, назвав его Эриком. Но Игги уже не было до нее дела. Он познакомился в Японии с актрисой и писательницей Сачи Асану. Эти отношения переросли в семейный союз. Детей за 16 лет совместной жизнью у пары так и не появилось. Тем не менее, Игги нежно любил жену, называя ее собственным ангелом-хранителем. Именно она помогла ему избавиться от наркологической зависимости. Асана и Попа, возможно, прожили бы вместе долгую жизнь. Но забегая вперед, Игги влюбился в очередной раз. Его избранницей стала темнокожая стюардесса. С ней он счастлив и сегодня. Возвращение на сцену было триумфальным. Альбом 1986 года был записан под влиянием стиля «Новая волна». Этот альбом содержал кавер на хит австралийского пионера рок-н-ролла Джонни О'Киффа 59-го года. Кавер в исполнении Игги попал в топ-10 в Великобритании и имел успех во всем мире. Кроме того, Игги стал довольно часто сниматься в кино. В основном появляясь в ярких, небольших ролях. К примеру, он снялся в двух культовых фильмах режиссера Джима Джармуша «Мертвец» и «Кофе и сигареты». Где в третьем эпизоде фильма музыканты Игги Поп и Том Уэйтс, играющие самих себя, встречаются в баре и под кофе выкуривают по сигарете в честь того, что бросили курить. Хочешь выкурить со мной по одной? Ну да, так как я бросил, я хочу сказать, ладно, ладно. Да, теперь когда ты бросил, ты можешь одну выкурить. Да, пожалуй, я могу это сделать. В вышедшей в 88-м году альбом стал поворотным моментом в музыкальной карьере Игги. В творческом плане это было возвращение к тяжелому гитарному звучанию. Альбом был наиболее близок по стилю к произведениям его группы, чем любой из сольных альбомов Игги. Однако его студия звукозаписи, ожидавшая еще один хит, указала ему на дверь. Игги не унывает и в 90-м году записывает альбом в сотрудничестве с музыкантами Гансон Роуза, Слэшем и Даффом Маккаганом, а также приглашает участников многих местных голливудских групп. Двое из которых, Уайт Кирс и Крейг Пайк, создают свою собственную группу, гастролируют с Игги и появляются на видео Kiss My Blood, снятого под руководством всемирно известного режиссера Тима Поупа. Видео привлекло много общественных споров, так как на некоторых кадрах Игги выступал с голым пенисом. Это был его первый альбом, получивший золотой статус в США. Думаю, имена двух знаменитых сербов, режиссера Эмира Кустурицы и композитора Горана Бреговича, каждый слышал практически одновременно. Что неудивительно, эти два закадычных друга начали сотрудничать еще на картине «Время цыган». Но мировую славу им принесла аризонская мечта. Трагикомедия с молодым Джонни Деппом и не очень молодой Фейд Дануэй в главных ролях. Именно там прозвучала, наверное, самая известная композиция Бреговича. Лично я еще не встречал людей, которым бы не нравилась эта красивая песня с яркими этническими мотивами. Композитор всегда был неравнодушен к народной музыке. Впрочем, к рок-музыке он тоже симпатизировал. Недаром текст песни написал и исполнил именно Игги-поп. Правда, изначально такой тандем никто не планировал. По воспоминаниям Бреговича, наше сотрудничество вышло случайным. Я не приглашал Игги специально для того, чтобы записать со мной песню. Просто однажды он узнал из какой-то газеты, что я пишу саундтрек к фильму. Он пришел на репетицию и зачем-то исполнил гимн Соединенных Штатов Америки. Игги не был бы самим собой, если бы не сочинил на эту прелестную мелодию, довольно мрачный, а порою брутальный текст с упоминанием пениса и рефреном «Мы живем в катафалке». Не меньший шок производил и официальный клип, где певец снялся в компании своей кошки и надувной барышни для сексуальных утех. Не успел саундтрек выйти на диски, как спустя несколько недель его из продажи изъяли. Причиной стала жалоба корсиканской группы на то, что мелодия Бреговича копирует мотив их песни 1963 года. Конфликт был улажен только в начале 2000-х. В 93-м Поп выпускает альбом, включавший в себя два успешных сингла. Он продолжил лирическую тему предыдущего альбома, утяжелив музыкальную основу. Этот альбом зачастую называют сильнейшим альбомом Игги, выпущенным в 90-х. А в 96-м он выпускает альбом с Уайти Кирс, игравший на гитаре. А в 97-м году он ремикшировал один из своих старых альбомов, чтобы придать ему грубый, более бескомпромиссный звук. Так как в течение многих лет поклонники жаловались, что оригинальная запись, сведенная Дэвидом Боуи, была грязной и недостающей в басах. А через два года выходит еще один альбом. Коррапция 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 В 2001-м выходит новый альбом, который Игги продюсировал самостоятельно. А на альбоме третьего года он сотрудничал со многими группами, а также своими старыми знакомыми по группе Роном и Скоттом Эштонами. Имея приятные впечатления, Игги возрождает группу, и вместе они регулярно проводят концертные туры с 2004 года. Они даже вместе начали работу над новым альбомом, который был выпущен в 2007 году. Однако в 2009-м Рон Эштон, лично описываемый Игги как его лучший друг, был найден мертвым с признаками сердечного приступа. Ему было 60 лет. Группа снова распадается. Игги снова выступает сольно и вскоре выпускает альбом, вдохновленный романом французского писателя Мишеля Уэльбека. Игги было предложено сделать саундтрек для документального фильма про Мишеля. Игги же описывал свой новый альбом как более тихий, с некоторым джазовым подтекстом. В 2012 году выходит альбом, полностью состоящий из каверов, исполненных на французском языке. Игги сказал, что его звукозаписывающая компания предпочла бы, чтобы он сделал рок-альбом с популярными панками, и что они не думали, что заработают деньги. Они не думали, что это понравится его поклонникам. В конце 2015-го Игги совместно с Джошем Хоми начал записывать альбом, который выйдет годом позже. Непосредственная работа началась с того, что поп послал Джошу текстовое сообщение с вопросом о совместном сотрудничестве. После разговора по телефону Игги переслал некоторые наработки текстов и заметки о совместной работе с Дэвидом Боуи. Три месяца спустя они договорились о совместной записи песен в студии. С начала студийной работы музыкантов не было законченных, написанных заранее песен, а были только лишь наработки и идеи их совместной реализации. Игги поп описывал запись как обсуждение вопросов о том, что происходит, когда вы становитесь бесполезным и примеряетесь со своим наследием. В 19-м году вышел 18-й студийный альбом. Игги описал его как отражающий утомление жизни после тура, а также как уникально мрачный и задумчивый. А в прошлом году вышел уже 19-й студийный альбом. Своё название альбом получил от трека, где крёстный отец панк-рока изрекает, «Каждому неудачнику нужно немного радости». Песня рассказывает о мачизме сетевых троллей и о том, как хорошо, по мнению Игги, они себя чувствуют, когда называют его слабаком в комментариях. И это при том, что журнал «Мэнс Фитнес» особо выделяет Игги Попа среди других его ровесников. И всё это после стольких лет злоупотребления наркотиками и алкоголем. Но о наркотиках больше ни слова, ибо наш герой отказался от них раз и навсегда. Из интервью в интервью он советует и другим сделать это. Он поборол зависимость и излечился морально благодаря тяжёлой физической работе. Спартанский режим, занятия тайдзы и цигуном на открытом воздухе, «Стакан красного вина после концерта» – вот и весь секрет Игги. Он заработал себе место в истории панк-рока, популяризируя многие свои выходки на сцене, которые теперь являются обыденными среди музыкантов. Он был одним из первых, прыгавших со сцены в толпу и гулявших среди публики. Хотя Игги Поп не записал ни одного альбома, попавшего в топ-10 или сингла-бестселлера, его влияние на рок-музыку является общепризнанным. КОНЕЦ КОНЕЦ